Ко дню празднования Дня Республики в Южную Осетию приехали гости из дружественных стран. Глава государства Алан Гоглоев принял делегацию из Северной Осетии Алании во главе с председателем парламента Алексеем Мачневым. На земле Южной Осетии как можно больше чаще были праздники. Не праздность, потому что надо работать, надо созидать, надо строиться. Всегда праздновать нельзя и невозможно. Но были светлые праздники. Не было больше никогда вот этих серых туч. И самое главное, чтобы больше никогда не было войны. Президент отметил, что Север и Юг Осетии всегда поддерживают друг друга в тяжелые дни и вместе разделяют радость. Хочу поздравить с победой. У вас совсем недавно были выборы. Мы один народ. Внимательно следим за победами друг друга. Если даже бывают промежутки между встречами, всегда остается то ощущение, как будто мы постоянно рядом. Спасибо вам огромное. Вы всегда такое теплое и чуткое уважение к своим братьям. С Луганской народной республикой у Южной Осетии тесные дружественные отношения. Южная Осетия первой признала независимость ЛНР. Подписаны десятки соглашений о взаимном сотрудничестве в различных сферах. Сегодня, когда народы Донбасса отстаивают свое право за независимость, рядом с ними, плечом к плечу в специальной военной операции принимают активное участие и югостинские бойцы. Такой знаменательный день, такой очень важный для народа Южной Осетии. Праздник мы приехали, нашли время в такой сложный момент, когда очень трудно. Республике, руководству республики каждый раз приезжайте, подставляйте братское плечо, радуйтесь вместе с нами, что в ближайшее время и мы вместе соберемся, приедем, будем праздновать на территории Луганской народной республики нашу общую победу. Председатель общественной палаты ЛНР Алексей Корякин поздравил президента с праздником и поблагодарил народ Южной Осетии за поддержку. «Врагам мы даем достойный отпор и, как говорится, и в беде, и в радости отныне наши народы идут вместе». Президент встретился также и с представителями республики Дагестан. Алан Гаглоев передал слова благодарности руководству дружественной страны, отметив, что в Южной Осетии с теплом относятся к кавказским народам. «Чувствуйте себя как дома, потому что Дагестан из тюркского переводится как «страна гор». Здесь у нас тоже есть красивые горы, есть ваши братья, у нас и земля, и народ очень гостеприимный. Мы всегда рады приветствовать наших братьев, наших друзей». Министр по национальной политике и делам религии Эндрик Муслинов пригласил женскую делегацию из Южной Осетии принять участие в межрегиональной конференции «Платок – символ мира и душа народа». «Я думаю, что эти отношения только на пользу наших республик пойдут, укрепление отношений между нашими народами. Поэтому, если вы сочтете необходимым, мы приглашение все равно отправим. Были бы рады, если бы вы к нам отправили делегацию, посмотрели бы, как у нас работают». Из Чеченской республики в Южную Осетию прибыл министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. «Поговорили насчет заключения соглашения взаимодействия. Горизонтальные контакты, они имеют огромную роль. Мы настроены оптимистично налаживать контакты, взаимодействовать. Мы и братские республики. Рамзан Амадж точно так же поручил, что передал братские пожелания и готовы взаимодействовать». Президент Алан Гоглоев выразил делегатам благодарность за участие в праздничных мероприятиях.